НАТО считает Беларусь не только своим соседом, но и партнером. А Вильнюс готов к полноценному диалогу с официальным Минском. Такие заявления прозвучали сегодня в Брюсселе на совместной пресс-конференции генсекретаря Североатлантического альянса и президента Литвы. Новоизбранный глава соседнего государства Гитанос Науседа совершает в эти дни рабочую поездку по европейским структурам. Переговоры в НАТО являются плановыми. Во время брифинга один из вопросов, адресованный политикам, коснулся отношений с Беларусью и по линии Североатлантического альянса и непосредственно с официальным Вильнюсом. Беларусь — это партнер НАТО, и мы рассчитываем на диалог, который принесет пользу обеим сторонам — и Альянсу, и Беларуси. Мы уважаем суверенное право каждой страны и не меняем отношения к ней из-за нежелания вступать в НАТО. Нас устраивает диалог с Беларусью в различных областях безопасности, например, как контроль за вооружением. Мы готовы продолжать это сотрудничество. У нас небольшая граница с Россией и протяженная граница с Беларусью. Именно поэтому мы приветствуем все усилия Беларуси, направленные на сохранение своего суверенитета. Я считаю, что диалог — это лучше, чем конфронтация, и мы должны стараться сотрудничать во всех сферах — в экономике, в культуре и так далее. Мы и сейчас имеем неплохие торговые отношения и должны их развивать. Мы инвестируем в совместные проекты, и хотелось бы, чтобы этих инвестиций было больше. И, конечно, важна свобода перемещения людей. Соседи должны знать больше друг о друге. Я считаю, что мы обязаны приложить усилия, чтобы перезагрузить отношения с Беларусью. Отношения Минска и Вильнюса ухудшились из-за споров вокруг строительства Островецкой АЭС. Однако после недавних президентских выборов и смены некоторых политиков в этой балтийской стране, Литва, судя по всему, меняет дипломатическую тактику, переходя от ультиматумов к диалогу в отношениях с Беларусью. Продолжение следует...